Сомнения Ну, есть много споров, есть много обсуждений, рассуждений, разных споров, конфликтов, даже многие ставят ярлыки людям, которые, ну, имеют какие-то сомнения, сумнивы, да, якобы в том, что у тебя мало веры, о том, что тебе нужно как-то больше познавать Бога и так далее. Но давайте мы посмотрим, что об этом говорит Священное Писание о сомнениях, поощряет ли или называет ли это грехом, как мне с этим бороться и где мне нужно сомневаться, а где не нужно. Ну, вроде как не нужно везде сомневаться, да, но мы посмотрим, как бы я, ну, хочу немножко привести некоторые примеры, как бы, ну, из Священного Писания, может быть, где-то из каких-то историй об этой теме. И, ну, с психологической точки зрения сомнения — это воздержание от окончательного, ну, решения. Ну, это одно из таких вот, как бы, выводов или пояснений. То есть это какое-то воздержание от принятия какого-то серьёзного решения. Хорошо это или плохо, мы потом, ну, дальше посмотрим. Однозначно Священное Писание, если мы читаем, оно не, ну, не поощряет, как бы, такое состояние или тему сомнений. Ну, мы сейчас приведём, да, то есть мы сразу же приходят на ум, там, послание Якова, да, то есть, ну. И, как бы, оно не совсем, как бы, поощряет. Ну, давайте мы откроем Якова, первая глава, пятый, седьмой стих. И Яков говорит, если уже у кого-то недостаёт мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упрёков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало, не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен чему? Морской волне. Мы сейчас уже долго не были на море, потому что уже как-то уже забывать, что такое морская волна. Ну, он приводит пример, да, морской волне, ветром поднимаем и развиваем. Не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Также в Луке Ишова говорит, 12 глава, с 28 стиха. Если же траву на поле, которая сегодня будет, сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то, коль мы пачи вас маловеры, и так не ищите, что вам есть и что пить, и не беспокойтесь. То есть, да, ну, как бы не сомневайтесь, Бог о вас позаботится, Бог позаботится о вашей жизни. То есть, вам не нужно ни о чём как бы беспокоиться, потому что, ну, есть Господь, который позаботится, да. И мы с вами историю, когда Ишуа усмирил бурю, да, то есть началась буря, ученики были в панике, начали кричать, начали... Ну, я думаю, что у них появились мысли, что всё, всё пропало, сейчас все пойдём ко дну. Ну, иногда бывают такие моменты в жизни, когда какие-то ситуации возникают сложные, то думаешь, ну, всё, это уже конец. Вот. И мы знаем, что Ишуа, они его разбудили, начали в панике, и Ишуа встал и усмирил эту бурю, и сказал им пару таких вдохновительных слов. «Где же ваша вера? Что же вы сомневаетесь?» Вот, надо было вам не сомневаться, да. Ну, и мы смотрим, как бы, из этих историй, да. И так же Писание вообще говорит даже о еде, да, то есть Римлянам 14 глава, 23 стих, да. «А сомневающийся, если есть, осуждается, потому что не по вере, а всё, что не по вере, грех». Даже мы смотрим, что даже в еде не нужно сомневаться. Вот тебе насыпали что-то, ты даже без сомнения съел. Вы знаете, я хочу рассказать, у нас такая была история, мы раз в месяц ездим в миссионерские поездки, ну, вот мы последний раз ездили нашей молодежкой, и есть очень хорошая община, которая очень сильно о нас заботится, и она не отпускает нас без еды. Даёт нам еду, знаете, даёт не на один день, потому что я потом ещё неделю её потом доедаю. Так вот, еда была очень хорошая, вкусная, но из-за того, что было сильно жарко, возможно, из-за жары начало что-то, ну, портиться. И один из наших, скажем так, из нашей команды, я не буду называть его, он захотел кушать, и вот мы едем обратно, он разворачивает. Рядом сидящая команда, люди говорят, ну, я такое, конечно, но мне чувствуется, что тут что-то не то. Оно, наверное, ну, он без рассуждения, без сомнения всё это съел. И вы знаете, и я думаю, Боже, чтоб только дотянул он до конца, потому что если я же беру людей, то я за них и отвечаю. Нет, слава Богу, приехал живой, но больше того, что я приехал домой, я сам потом всё это всё съел, без рассуждения. Поэтому, и Писание говорит, да, конечно, тут Писание говорит о том, чтобы мы не соблазняли, да, апостол Павел, чтобы мы не соблазняли кого-то там, да. Вот если я сомневаюсь, что это плохо, то, ну, здесь вопрос моей, как бы, совести. Если я сомневаюсь, то лучше, ну, не надо, не надо Богу. Если я не сомневаюсь, то, конечно, можно кушать. Но, конечно, если та еда, от неё, скажем так, исходит в другую аромату, лучше вам, ну, лучше вам посомневаться в этом моменте, потому что потом будут проблемы. И вот мы прочитали ряд мест Писания, где, ну, в принципе, Писание, оно, как бы, в общем, оно не приветствует, как бы, тему сомнений. Но, но есть но, есть некоторые места Писания, которые, как, ну, на удивление, они немножко говорят обратное, даже, даже и поощряют. И что-то, ну, как, ну, как это, то есть это как-то не, не разрезмиримо. Нет, и мы почитаем несколько Писаний, немножко, ну, разберёмся в них, как бы, я хочу, чтобы, опять же, я говорю, что это, где-то, знаете, как бы, моё понимание, моё мнение, то, что я увидел, то, что вот я хочу из этого какой-то извлечь какой-то урок. Поэтому, как бы, строго там меня не судите. Вот. И есть такое местописание, которое немножко говорит обратное о теме сомнений. Это Луки, 14 глава, 28 стиха. Ишуа говорит такие слова. Ибо кто из вас, желая построить башню и сядет прежде, не вычислит и сдержит, имеет ли он, что нужно для совершения её, дабы, когда положит основание и не возможно совершить, и все видящие не стали бы смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. И мы здесь видим, что Ишуа задаёт вопрос, который, ну, приводит к такому, ну, где-то сомнению, да? Сможет ли человек что-то построить, не рассчитав, да? Вот. Сможешь там, да, или ты там, или брат, сестра, да, или, допустим, там построить какую-то башню, да, ну, не рассчитав каких-то материалов? Ну, вопрос такой, ну, конечно, как бы, ну, немножко ставит под сомнение. Сможешь ты? А, а ну подумай, а ну, да, смогу. Знаете, и очень много таких начатых дел, они не завершённые. То есть, с большим энтузиазмом это всё как бы начиналось, всё будет хорошо, всё будет чудесно, и очень много таких зависших строений, построек, они просто не завершены из-за того, что не было, не было правильного подсчёта. Конечно же, Ишуа, он здесь именно говорит, именно в контексте этого писания, он говорит именно за следование за ним. Вот, и эта история, да, она начинается, помните, и шло множество народов за ним, да, то есть толпа шла за ним, и он как бы начал об этом говорить. И в контексте это говорится о том, что, ну, следование за Ишуа. И интересно, он задаёт вопрос, да, ты хорошо подумал, ты просчитал всё, ты хорошо подумал, чтобы, ну, идти за мной? И дальше он, продолжая эту тему, помните, он говорит о человеке, который захотел там начать войну, захотел там завоевать, ну, и то же самое, если ты не просчитав, то ты ничего не завоюешь, у тебя ничего не получится. И хочу подчеркнуть снова, что Ишуа, он говорит именно из этой истории следование за ним, потому что его окружали многие люди, толпа была, даже были ученики, и мы знаем по истории, что все, кто его окружал, ну, впоследствии дороги, они просто расходились, что-то не поняли, что-то, ну, подумали, что всё будет хорошо, всё будет замечательно, всё будет классно, но в итоге мы видим, что даже ученики, они, ну, они расходились. И о чём я хочу сказать? Я не хочу поставить под сомнение, под сумнивы, что прежде, чем идти за Богом, надо просто полжизни подумать, а стоить, не стоить, нет, вы знаете, я скажу, идти за Богом – это здорово. Это, да, это не совсем легко, но это того стоит. Я немножко хочу чуть-чуть о другом говорить, да, и исходя из этого вопроса, Ишуа к ученикам, он задаёт тоже такой вопрос, да, чтобы, ну, ты хорошо подумал, ты хорошо принял решение, ну, пойдёшь ты за ним, за мной или не пойдёшь? И это такой вот важный, как бы, момент, вот. Ну, и есть ряд местописаний, которые негативно относятся к сомнениям, но есть, если мы видим, да, что здесь именно используют тему сомнений в хорошем смысле. В смысле в том, что как тщательное обдумывание или перепроверка. Ты, на самом деле, для того, чтобы что-то сделать, нужно очень хорошо подумать или, ну, как бы, перепроверить. И Писание, оно об этом нам говорит. Знаете, даже Господь говорит, да, ну, перепроверь даже меня, да, испытай меня. Не то, что там, знаете, ты, да, всё хорошо, там, пойдём по воде. Ну, мы знаем, такие случаи были там, да, и мы дальше чуть поговорим. То есть, и я хочу, как бы, в контексте, как бы, вот этой темы, как, знаете, тщательное обдумывание или перепроверка в том, чтобы действительно сделать правильный выбор, серьёзный выбор, окончательный выбор. Именно, вот, как бы, в этой теме. И вот Ишова привёл несколько местописаний, да, о, как бы, устроительстве. И, ну, ну, можно привести, как бы, такой пример, да. Ну, к примеру, да, человек обнаружил какую-то проблему, ну, в своём здоровье. И, конечно же, он обращается к врачу, идёт и говорит, у меня такая-то проблема. Ну, и первый же врач, к которому он обратился, он говорит, да, всё. То есть, делает резкое решение, даже, может быть, там, особо, как бы, не проверил, посмотрел тебе в глаза, говорит, всё, у тебя всё очень-всё плохо, надо, там, делать химию, надо, там, это, до конца твоей жизни, там, к таблетке. И вообще, как бы, это всё стоит дорого, и давай, короче, деньги, и всё будет хорошо. Ну, ты думаешь, ну, как-то очень всё это. Ты идёшь к другому врачу, вот, который, знаете, на ваш взгляд, как-то не очень спешит, делает какую-то оценку твоему здоровью, он тщательно всё проверяет, он тщательно убеждается, там, эти анализы, вот, отправляют туда, а потом они пока не придут. То есть, ну, для того, чтобы... И его решение, оно оказывается, ну, правильным, да, правильным, что, в принципе, как бы, не всё так плохо, как бы, жить будет, всё будет хорошо. И вот эта история, да, о чём я хочу сказать, что... И можно с этой историей сделать вывод. Я хочу, чтобы вы были, как бы, более внимательны, какой вывод? Если человек, он несёт ответственность, серьёзную ответственность, то этот человек, он не имеет права не ошибаться. Если этот человек, будучи, или он врач, или кто-то ещё, он несёт ответственность, он не имеет права не сомневаться. Прежде чем принять решение, ему нужно было поставить под сомнение многие факторы Для полного убеждения Потому что от его решения зависит, ну, в принципе, вся твоя жизнь И если человек, он несет ответственность, он не имеет права не ошибаться И это нормально, когда ты, да, или тот человек Он ставит под сомнение некоторые вещи, чтобы полностью убедиться Да, действительно ли это так или нет И здесь, как мы видим, что сомнения, они играют позитивную роль Как убежденность в том, в чем ты сомневаешься На 100% убежденность Потому что нельзя так сказать, да, ладно, там, все, там, на тебе Знаете, как история, да, два человека попросили у доктора То есть у одного болела голова, да, у другого живот И дайте нам, как бы, ну, таблетку Он дает одну, говорит, а у меня живот, говорит, это вы поделитесь просто Ну, то есть, она как-то, видите, универсальная Поэтому, то есть, это очень важно Иногда, ну, иногда люди, они геройствуют Или сильно самоуверены, так, как бы, у меня все получится, мне все классно Или горды, что не хотят признать В том, что есть моменты, где, 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 ну, где я сомневаюсь Вот, ну, чтобы, как бы, не упасть там в грязь Знаете, это рана, которая болит у тебя И ты говоришь, да, не, как бы, все нормально Ничего, как бы, ничего страшного Нет, она болит И нужно в этом признаться Нужно признаться, что каких-то, в каких-то моментах Я, ну, я пока не могу принять решение Я не полностью убежден Я хочу полностью удостовериться И это нормально Это нормально, когда мы перепроверяем Мы потом дальше поговорим Да, в чем нам не стоит сомневаться А в чем стоит Вот, и если мы видим и жизни учеников Ишуа То ученики они тоже сомневались Или нет, или они там с радостью Все, там, этот, Петр очень хороший вопрос задал Да, как это я оставлю весь дом, там, родных, близких И что теперь? Ну, это нормально И что он сказал? Ну, о, ты сомневаешься Все, не возьму тебя к себе в команду Ты сильно сомневаешься Эти вопросы неуместны Мало у тебя веры Вот Ну, Ишуа, он спокойно Любя, он отвечал Петру Успокаивая его Конечно, не говоря, с какими сложностями он встретится Потому что Это ни к чему Есть вещи, которые мы должны Но есть вещи, которые мы не должны знать Ну, нормально, как бы, да? Вот, и он говорит о том, что Пойдешь за мной, у тебя будет в сто раз больше О, ну, все, точно пойду Здесь он уже без рассуждений Здесь уже он без рассуждений Но иногда люди говорят Слушай, приди к Господу У тебя все изменится Все будет круто Все будет классно А, да, серьезно И бизнес, и деньги И все О, все, пойду Хорошо Ну, иногда такое бывает Но иногда бывает немножечко Это растянута Вся эта тема Но тем не менее Мы смотрим, что ученики Они тоже сомневались Тот же Петр задавал интересные вопросы Фома Он, конечно, до конца жизни сомневался Но он так и остался учеником Ишуа И вы знаете То есть История Фомы Да, то, что он потом стал очень Успешным и истинно сильным учеником Он проповедовал Если не ошибаюсь В Индии Как бы, да, принес слово Божие Как бы в Индию По истории Так что, ну, как бы Ишова Он не отверг его Даже он всю жизнь ходил И татаныл, ныл Ой, не верю, не верю Не верю, не верю Господи Может, тайно он молился Господи Я не знаю, почему я не могу Помоги ему, не верю Помоги, Господи Но в какой-то момент Его жизнь изменилась И он поверил Маше он тоже сомневался Да, когда Бог призвал его идти Освобождать Египет Было бы странно Если бы он сказал Да, Господи Пойду сейчас Да Но он отговаривался Боже, я не пойду Кто такой я Один Со всеми своими Потрохами, недостатками Пойду сражаться С С Могущественной Ну, как бы Страной Как Египет Да, то есть С могущественной империей Ну, я не понимаю Как это Поэтому Всех этих людей Всех этих библейских героев Сопровождало такое состояние Как Сомнение Я просто к чему говорю Потому что Хочу, чтобы мы Не боялись этого слова Иногда мы боимся Иногда мы сразу же, знаете Выводим какие-то вердикты И говорим У тебя мало веры Ты сомневаешься Вот ты подобен русской волне Развиваем Поднимаем И вообще Как бы с тобой С тобой как бы нету Никакого Вообще шанса Ты вот Значит Мы тебя не возьмем там В этот вот Как это говорят Мы тебя не возьмем там В разведку Ты там Упадешь И засомневаешься Убежишь Нет Это Оно присуще В жизни Ну Именно в правильном Как бы В правильном понимании Поэтому не нужно Как бы этого бояться И я думаю Что это не грех В этой степени Это лишь ответственность За принятие Решения И множество Христиан Не сомневаются Ну Вот я думаю Что если бы Допустим Мы провели бы опрос Но я не думаю Чтобы все бы сказали Да не Все Сто процентов Мы это Я думаю Я тоже сомневаюсь Я даже вообще Сомневаюсь Что я здесь стою И может быть Это слово Да я шучу Я в этом Стараюсь как-то быть Хотя Господи Я ничего не могу Без Тебя Я просто все Отдаю в Твои руки И Кируй мною И Что я могу Без Тебя Без Тебя Я сомневаюсь В себе То что я Но не могу Без Господа Это нормально Я думаю Что мы должны Сомневаться Где-то В себе Что мы Что без Бога Мы не можем Поэтому Вообще Когда что я Я редко делаю Знаете Иногда Люди Они делают Скороспешные Какие-то решения Ну именно такие Я вот Как-то вот По жизни Ну я редко Делал Скороспешных Решениях Хотя это Сильно Раздражало Моих детей Знаете Иногда Что-то у меня Спрашивают Или там Допустим Мы там Поедем туда Я начинаю Знаете Как От Рождества Христова Ну ты понимаешь Ой Ну папа Короче Ты можешь Сказать Ну что Это Вот это Вот это Мы тебе Или там Как-то еще Допустим Объясни Вот это Вот это Как это Ну ты начинаешь Там Какие-то там Объяснения Там Открывают Там Все Это И они Как бы Их это Не выдереживало Они говорят Ну быстрее Ну что ты Так Медлишь Это Ну тормоз Ну как Знаете Иногда Бывает Такое Иногда Я принимал Скороспешные Решения Хотя За них Я и И платился Ну там Выбори машины Там Знаете Такой Герой Я не буду Я как-то Делился Да Темой Иногда Выбрал машину Даже не посмотрел Думаю Там нормально Одним глазом Посмотрел Думаю Мой чуть не доехал Там колесо Чуть не отпало Знаете Иногда Да Знаете Принимаешь Какие-то Быстрые Не В каких-то Моментах Нужно Принимать Быстрые Решения Но В серьезных Моментах Ну нам Нужно Все-таки Подумать Хотя Сейчас Последнее Время Я тоже Немножко Раздражает Меня Медлительные Люди Я вот Ну Пытаюсь Тоже Как-то Немножко Режьте Знаете Выходить С этого Тормоза И Где-то Летать В галактиках Оно Потом Как-то Все Мимо Тебя Проходит Поэтому Иногда Тоже Вот Я стараюсь Принимать Какие-то Ну Быстро Обдумывать Пришел Увидел Победил Быстро Обдумывать И принимать Решение Но И сейчас Давайте Мы поговорим Где нужно Сомневаться Даже Такое Слово Где Нужно Сомневаться А Где Нет И Часто Люди Принимают Резкое Такое Быстрое Решение Да Даже Не Разобравшись В Очень Серьезных Сферах И Можно Сказать Так Если Человек Принимает Быстрое Решение Это Значает Что Он Принял Его Легкомысленно Ну Можно Сказать Ну Быстрое Решение Просто Раз Принял Быстрое Решение Значит Легкомысленно Ну К примеру Да То есть Подходит Парень Девушка А девушка Говорит Так Как бы Без Проблем Сказала Но Я думаю Что Это Как Легкомысленно То есть Человека Видит Может быть Первый Или Второй Раз В Жизни Не Узнать Кто Он Что Он Ну Много 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 Нужно Узнать Для Тем Более Вопрос В Отношениях В Совместном Союзе Не Хочу Сказать В Браке Это Ну Как бы Серьезное Решение Оно Требует Тщательного Ну Как бы Обдумания Без проблем Как бы Да То есть Я понимаю Что Есть любовь С первого взгляда Там увидел И все И все Но Я Это Это будет Очень скороспешное Решение Вот Поэтому Если Девушка Скажет этому Парню Чуть-чуть Другими словами Знаете Все-таки Подумать Сказать А ты Уверен Что ты Сделаешь Меня счастливой Я думаю Парень Сказать Ты слушай Тебе что Мало Веры Че ты Сомневаешься Тебе что Мало Веры А ты Поживем Увидим Не Спасибо Спасибо Поэтому А вообще Интересный момент Когда вам Такие вещи Предлагают Знаете Иногда Такие вещи Когда предлагают Я как парень Всегда хочется Показать Все свои Хорошие Стороны Расправляешь Крылья На самом На самом Я так Думаю Я так думаю Это Как Такое Нужно Обычно Говорить Так Я сначала Расскажу Все свои Плохие Стороны А потом Посмотрим Там По ночам Храплю Сильно Там Еще Что То Если Этот парень После этих Всех Моментов Он Все таки Все таки Не отступит То Я думаю Стоит Задуматься Но опять же Не принимать Резких Решений Поэтому То есть Человек Который Принимает Резкие Решения Это Легкомысленно Ну К примеру Человеку Предложили Какое-то Служение Будешь Допустим Пастором Да Буду Господь Сказал Это Великое Благое Дело Это Все Классно Ты Что Надо Служить Богу И так Далее Тому Подобно Но Ты Понимаешь Какая-то Ответственность Вообще А есть В этом Воля Божья А потяну Ли Я Это Действительно Нравится Ли Мне Это Или Вообще Ну Есть Ли У Меня Это Как Сердце От Бога Именно Ну Как Заниматься Этим Делом Знаете И Иногда Я читал В одной Книге Это Был Реальный Пример Как Одни Миссионеры Вот Таким Быстрим Решением Короче Решили Поехать Служить И они Знаете Как Вот Просто Вбирали Карту Это Это Наполненные Святым Духом Знаете Живя По Только Одному Откровению Ничего Не Понимая Берег Просто Карту Так Нажимали Ну Карты Ставили На Какое Место И Вот Какое Место Попадется Туда Они Ехали Ну Вот Как То Они Решили Так Поехать Попались Это Была Реальная История Я Читал Книгу И Вот Попал Там Какое Там Пустим Там Место Остров И Они Еле Туда Добрались До Острова Очень Была Тяжелая Дорога Добрались Для То Чтобы Туда Еще Ну Доплыть Там Ну Это Как Остров И Там Нужна Быть Переправа И Вот Они Сели На Переправу Заплатили Как Деньги Такие Довольные И Вот Переправщик Их Спрашивает Ну Куда же Мы Едем Там Благовествовать Людям Слово Божие Господь Нам Открыл Показал Ну Это Хорошее Дело Очень Благое Хорошее Дело Только Это Единственная Проблема Там Людей Нет Знаете Поэтому Иногда Такие Моменты Скороспешные Ты Что-то Принимаешь Идешь А Там Кроме Этих Жучков Пауков Ничего Нет Это То же Самое Знаете Как Есть Люди Которые Методом Тыка Господи Что мне Дел В этой Ситуации Как Мне Что Мне Принять Серьезное Решение Открываешь Библию Тыкаешь Пальцем А там Попадаешь На Местописание Иуда Пошел И утопился Удавился Господи Поэтому Этих Вещей Нужно Избегать Все Господь Дал Рассудительность Обдумывание И так Дал Здесь Очень Много Принимают В учебе Пойду Учиться На Программиста А хочется Ли Тебе Туда Меня Не взяли Ну куда Возьмут А куда Ты Ну куда Возьмут Знаете В моем Случае Действия Особо Меня Не направляли Не говорили Я так и думал Куда Возьму Туда И пойду У меня Была Хорошая Самооценка Я Своими Оценками Пошел Я хотел Быть Мореплавателем И когда Я пришел Туда На меня Посмотрели И конечно Очень культурно Показали Мне выход Где выход И все Ну не взяли Меня В морское Там Училище Или куда Там Мне хотел Я пошел Туда Куда Куда Берут И вот Иногда Делаешь Да ладно Там Сделаю Пойду Учиться На Этого Да ладно Выйду Замуж Да ладно Женюсь Да ладно Возьму Это Служение Как бы Знаешь Ну Так это Не делается И вот В этом Моменте Очень полезно Немножечко Посомневаться Конечно Не растянуть Это на Долгие Долгие Годы Я не говорю О том Что Знаете Там Это бывает Ты затягиваешь Долгие ящики И оно И оно Потом Мимо Тебя Проходит Нет Какое-то Время Как Ишо Сказал Вам Он Задал Именно Этот Момент Как Я Вижу Он Такой Он Поставил Под Сомнение Сможет Ли Человек Не Подсчитав Построить Не Рассчитав Свои Силы Не Рассчитав Свои Возможности Я Знаю В жизни Был Один Проект Когда Мы Еще Ну Не В начале Пути Хорошая Идея Благая Идея Помогать Людям Построить Огром То есть Помочь Людям В работе Построить Ну Как бы Большой Бизнес Грибницу То есть Это Хорошее Благое Дело Но Из-за Того Что Не Рассчитали Силы Не Рассчитали Возможности Не Скажем Так Не Посомневались В некоторых Моментах Чтобы Принять Серьезные Решения Это Все Просто Такая Была Трагедия Это Была Трагедия Которая Ударила И по Его По его Служению По его Жизни Ударила Вообще По всему Там Люди Залезли В большие Как бы Долги И это Было Сложно Да Господь Он Все Потом Может Исправить Но Ну Была Трагедия Поэтому Очень Важно Ну Вот В этих Моментах Рассчитать И Свои Силы И Свои Возможности И Ресурсы И Сделать Правильное Решение Мы Поговорили Поговорили О том Где Нам Нужно Ну Вы Понимаете Да Чем я Говорю Может Быть Ну О том Где Нужно Нам Немножечко Ну Посомневаться Как бы С позиции Именно Все-таки Принятия Правильного Обдуманного Решения Но Теперь Я хочу Поговорить О том Где Не Нужно Сомневаться Где Не Нужно Сомневаться Я Думаю Что Не Нужно Сомневаться Там Где Ты Принял Уже Серьезное Решение Где Ты Принял Решение Здесь Сомнения Они Неуместны А Даже Разрушительны Ну К Примеру Да Возьмем Пахаря Да Человек Который Он Покупает Поле Тратит Деньги Он Покупает Для этого Поля Чтобы Засеять Там Да Какую-то Культуру Это Поле Вспахал Нанял Технику Вложил Кучу сил Времени Финансов Кучу Для того Чтобы Купить Это Вот Посеять Вот Он Начинает Сеять Он Уже Дошел До Половины А потом Такие Мысли А оно Мне Надо Вообще Ты Уже Вложил Ты Купил Поле Ты Загорелся Ты Купил Все Необходимое Ты Его Вспахал Ты Уже Половину Поля Уже Проделал Даже Может быть Больше Чем Половина Поля А потом Ты Говоришь А Оно Мне Вообще Надо И Вот Здесь Вот Уже Сомневаться Не Неумыслимо Даже Разрушительно Потому Что То Что Ты Сделал Оно Все Просто Пропадет Это То же самое Бывает И в Служении Когда Человек Он Прошел Уже Многий Путь Он Много Что Сделал Много Что Построил И В определенных Ситуациях Он Придел К тому Вообще А Мне Это Надо И Это Может Привести К Разрушительным Последствиям Касаясь Семьи Тоже Долгое Время Прожили Да Все Хорошо А Потом Человек Принял Решение Да Это Та За Которую Я На Которую Я женюсь Или Тот За Которую Я выйду Замуж Все Классно Все Хорошо Все Так Так Такое Все Начало Такое Прекрасное Там Семейное Путешествие В жизни Все Хорошо Но На Полпути Из-за 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 Каких-то Ситуаций Проблем Каких-то Вот Моментов Тяжелых Ты Говоришь Слушай А может Не стоило Бы Это Оно Может Привести К разрушению И как только Человек Он Сделал Решение Он Решил Твердо Да Я Это Буду Делать Я Соглашусь Я Я Пойду И После Этого Решения Знаете Интересно Что Они Не являются Разрушительными Да До Принятия Решения Вот До Принятия Решения Ты Можешь Сомневаться Сколько Угодно Правильно Ну Ты Принял Решение Нет Я Не Буду Или Это Не Мое То есть До Принятия Решения В принципе Оно Не Приводит К Разрушению Но После Принятия Оно Может Привести И Оно Приводит К Разрушитель Потому Что Было На это Выделено Время Бог Дал На это Время Чтобы Человек Подумал Он Просчитал Он Помыслил Он Не Принял Такое Скороспешное Решение Знаете Господь Он Тоже Не Принимает Скороспешные Решения Да Он Он Совершен И Его Действия Они Совершенны Вот Но Знаете Вот Я думаю Что Вопрос Сомнений Как В идеальном мире Было бы Классно Чтобы Никто Не сомневался Ни в чем В идеальном мире Все так Хорошо Все Ты знаешь Все четко Ты на 100% Уверен И там И здесь И везде Но так как Мы живем В неидеальном Мире Ну Здесь На земле Я думаю Что Мы Все таки Должны В хорошем Плане Ставить Под сомнение Некоторые Вещи Для полного Для полного Как бы Убеждения Или Уверенности Ну конечно же Не растягивать Это И Эклисиаст Он говорит Такие слова Пятая глава Четвертый стих Да Что лучше тебе Не обещать Нежели Обещать Не исполнить И вы знаете Тут как бы Вопрос такой И человек Иногда Вот иногда Он не принимает Решения Потому что Он понимает Насколько это будет Возможно сложно Это будет тяжело И так далее И тому подобное Вы знаете Нельзя сказать Что сомнения Уже вот В этом плане Где их Нельзя Использовать И то О чем говорит Писание После принятия Решения Нельзя сказать Что после Принятия Решения Они не будут Не будут Приходить В нашу жизнь Они будут Приходить И Они уже будут Как вызовы С которыми Ну мы сталкиваемся И с этими вызовами Сталкивался Любой Библейский Герой Каждый Библейский Герой Он знал К чему Бог призывает Он понимал К чему Бог призывает И Но достичь Этого Было Ну Непросто Нелегко То есть Каждый Библейский Герой Он понимал Знаете В землю Обитованную Было Нелегко Войти Но туда Нужно было Войти Нужно Примять Решение Было Пойти В эту Землю Да Апостолу Апостолу Павлу Нелегко Было Проповедовать Язычникам Потому что Мы знаем Историю Что Иногда Его проповеди Заканчивались Тем Что Он еле-еле Уносил Оттуда Ноги Потому что Да То есть Ну Он платился Он понимал Да Что Бог Его призвал Но Исполнить Это призвание Не совсем Как бы Но Он сделал Решение Это сделать И тут Уже Отступать Назад Я думаю Что Мы уже Не Не имеем Не имеем Не имеем Права Нелегко Было Ученикам Нести Благую Весть В еврейской Культуре Потому что Ну Это Нелегко Было Но Они Это Делали И Что С Этим Делать Я Думаю Что Вот С Этим Теперь Нужно Уже Разбираться Как Разбираться Ну Признавать О том Что Да Я Сомневаюсь И Обращаться К Богу За помощью Но Если Мы Приняли Решение Служить Богу То Я думаю Что И он С его Стороны Он Тоже Он На нашей Стороне Если Мы Приняли Решение Мы Сделали То есть Все таки Нам в любом случае Нужно Принять Решение Это Очень Важно Или Да Или Нет Нет Если Это Благое Дело Хорошее Конечно Лучше Да То Бог Он На нашей Стороне И Он Снарядит Нас Всем Необходимым Потому Что Именно Здесь Вот На этом Этапе Признавая Наши Сомнения Мы Говорим Бог Ты Нам Нужен И В этом Возрастает Наша Вера И Доверие К Тебе Исходя Из первого Правила Да Что Сомневаться Не Нужно Что Сомневаться Не Нужно Или Бороться С ним После того Как Ты Сделал Решение Но Нужно Собрать Знаете Когда Я Уже Сделал Какое Серьезное Решение Нужно Собрать В кулак Все свои Ресурсы О чем я подумал И уже Не расточать Ну Свою Жизнь Мыслями А стоит Этого Не стоит По любому Будут Препятствия Будут Какие-то Негоразды Вот И Это Будет Более Уже Знаете Разрушительно В жизни Когда Ты После Этого Расточаешь Над Эти мысли И думаешь Вообще Стоит Не стоит Нужно Не нужно А вот Если бы Вернуть Все Назад То Я бы Может быть Не поступил Вот так Я думаю Что если Чего Принял Решение И Бог Он На На стороне Этого Человека И здесь Уже Конечно Проявляется Мы Не можем На сто Процентам Знать Как Оно Все Будет Мы Не можем Мы Живем В не Идеальном мире В идеальном мире Все Думаю Может быть Все Проще Чуть Чуть И Иногда Люди Они Боятся Знаете Сделать Какое-то Решение Серьезное Потому что Они знают Что Ооо Это Такие Будут В жизни Проблемы Но Здесь Второй Момент Я Это Делаю Но Я Знаю Что Не Я Сам Это Буду Делать Бог Он На Моей Стороне Я Знаю Что Это Важно Это Нужно Я Верю Что В тяжелые Моменты Бог Будет На Моей Стороне Я Должен Собрать Все свои Ресурсы В Одно В Кулак И Сказать Господь Я Не буду Больше Расточать Но Я Буду Сверой Это Делать Полагаясь На Тебя И Здесь Мы Можем Увидеть Две Крайности Да В Принятии Необдуманного Решения Или Опять Мы Возвращаемся К Вопросу А Действительно Я Сделал Правильно Если Ты Принял Решение Ты Понимал Что Это Решение Было От Бога Знаете Я Принял Решение Идти За Богом Я Хочу Вам Сказать Честно Я В Этом Не Жалею За 28 Нельзя Сказать Что Господь Меня Ну Можно Сказать Что Я Там Как У Бога За Пазухой Были И Есть Определенные Трудности Помните Как Я Говорю Что Есть Дух Столько Помогает Я Пытаюсь Висеть На Турнике Как Подтягиваться Может Как Колбаса Вишу Но Я Знаю Что Господь Поможет И Знаете За 28 Лет Уже Будет Скоро Больше Я Капельки Не Жалею Что Я Все Таки Сделал Это Решение Идти За Богом Может Это Не Было Такое Знаете Я Там Думал Два Или Три Года Я Просто Принял Решение Я Понял Что Моя Жизнь Она Ну Какая То Не Такая В ней Пустота В тот Момент Все Мои Друзья Как Они Разбежались Не Было Ни Работы Ничего Не Было Девяносто Седьмой Девяносто Шестой Год И Не знаю Были ли у меня Тогда мысли Правильно ли я делаю Я Помните Я делился о том Что Я просто Восхищался Я удивлялся Думаю Как это Я стал верующим Так это Наверное Здорово Но я хочу Сказать За 28 Скоро будет 29 лет Я ни капельки Не жалею О том Что я Сделал этот выбор Потому что В тяжелые моменты У меня есть На кого Надеяться У меня есть На кого Я думаю Боже Я не представляю Вот как бы Сейчас В этой ситуации Которая сейчас Если бы Не было бы Тебя Что бы я делал Я знаете Я думаю Я задумываюсь Об этом Я думаю Боже Я бы Сошел бы с ума Я бы Не знаю Что бы Я делал Находясь Я думаю Что каждый Из вас Находится В какой-то Может быть Ситуации Сложной Или И вот Я задаю Тебе вопросы Думаю Боже А что бы Я сделал Без тебя Когда Иногда Ты приходишь Никого нет Рядом Не Ну есть У меня собачка Она всегда Мне рядом Вот Думаешь Боже Ну да Сейчас такое Как бы вот Передумыв Что бы Я делал Думаю Ну можно Конечно Я бы Ну Занимался бы Каким-то Знаете Как люди В этом мире Пытаются Как-то Отвлечься Но Отвлечься По-нормальному Не получается Не получается Это Это Были бы Греховные Отвлечения И так далее И подобное Но теперь Ты приходишь К Богу Ты рассказываешь Ему Ты Общаешься Ты слышишь Какой-то Сверхъестественный Мир Приходит В твое Сердце Какое-то Слово Что все Будет Хорошо Я тебя Думаю Боже Настолько Это здорово И второй момент О том Что да Или мы Возвращаемся К вопросу А действительно Ли это Нужно делать После Принятия Решения И я думаю Что Именно Иаков Именно Он Об этом Говорит Что Именно Когда Ты Принял Решение Иди До конца И Господь В этом Поможет Иногда Мы Используем Это Местописание И ставим Ярлыки Но я Все-таки Думаю Это Мое Конечно Понимание То что Яков Он Говорил О том Что Если Ты У Бога Что-то Просишь Значит Я думаю Что В контексте Этом Ты уже Принял Решение Серьезное Проси И не Сомневайся Раз ты Принял Решение Иди Иди И не Сомневайся Потому что Господь Он Поможет Он Поддержит В чем Нам Вообще Не нужно Сомневаться Я думаю Вы Хорошо Прикосно Знаете Есть Та сфера Или есть Тот В ком Нам Вообще Не нужно Сомневаться Я Я говорю Об этом Почему Потому что Общаясь С людьми Люди Иногда Говорят Что Я вот Сомневаюсь Я думаю Что Нам Не нужно Сомневаться В Боге В Его Любви К нам В Его Милости Вы знаете Что Некоторые Люди Сомневаются В Его Любви К нам Сомневаются В Его Милости К нам Сомневаются В Его Заботе О нас В Его Помощи И поддержке Он Сам Сказал Я не Оставлю И не Покину Тебя Я Всегда Буду С тобой Рядом Там Даже Если Мать Оставит Я Не Брошу Я Думаю Что Мы Можем Сомневаться В разных Мы Можем В себе Это Нормально Не Не упасть Лицом Грязь Потому что Многие моменты Я вижу Что ты Делал какие-то решения Ты уповал на свои силы Ты уповал на себя Ты надеялся на человека Ты надеялся на какие-то ситуации На свои Не пустые карманы И ты видишь Что это Ну Оно все Приводит к тому Что Это Подвержено Ну Приводит к сомнению Потому что Человек Он может Не сдержать Слово Он может предать Твоя работа Тоже Может В какой-то момент Показать тебе Знак Вот такой Вот Твоя уверенность Твоя Сила Что я могу Я смогу Она тоже может Подвести тебя Но единственное В чем мы не должны В ком мы не должны Сомневаться Это в Боге В Его милости В Его любви Ко мне И мы должны Эти вопросы Задавать Самому себе Я хочу Рассказать Одну историю Я ее прочитал Тоже в одной книге Это история Про одного юношу Звали его Гоги Один юноша По имени Гоги Он не был Многословен И не умел Молиться Как Многие молятся Но единственное Что он говорил Когда приходил К Богу Он говорил Такие слова Ишуа Ишуа Гоги Здесь Иисус Гоги Здесь Это Было Долгое время Он приходил И он говорил Ишуа Гоги Здесь Наслаждался Богом Но Эти шаги Приближались К его Палате И потом Открылась Дверь И в его Палату Вошел Молодой Человек И знаете Что он Сказал Гоги Ишуа Здесь Он Обещал Быть С нами Всегда Рядом И в этом Не нужно Сомневаться Мы Сейчас Каждый Из нас Наша Страна Очень Много Людей Не Только Людей Которые Не знающие Бога И Среди Верующего Народа Люди Опустили Руки Из этой Бессмысленной Войны Которая Постигла Наш народ Нашу Страну И Многие Люди Сомневаются Задают Мы Ездим И задаем Вопросы Люди Конечно Благодарят Но Ви Глазах Ты Чувствуешь Эти слова Почему Где же Бог Он же Может И люди Разочаровываются В том Что Бог Что-то Может Изменить В том Что Он Рядом И Вы Знаете События Которые Происходят Ты Где-то Замечаешь Мельком Что Ты Тоже Иногда Бывает Думаешь Боже Но Почему Это Случилось Почему Есть Много Вопросов На Которых Нет Ответа Но Я думаю Что Этот момент Единственное Что Просто Нужно Знать Даже Если Как Гоги Мы Попали В какую-то Аварию И мы Знаем Что Уже Все Отказались Никто Не сможет Нам Помочь Никто Но В какой-то Момент Он Услышал Эти слова В том Что Дорогой Мой брат Дорогая Сестра Ишуа Здесь И нам Не нужно Сомневаться В том Что Он Не Рядом С нами В том Что Он Не Рядом С Нашей Страной Даже Если Я Не Вижу То Что Я Хочу Увидеть Нам Не Нужно В этом Сомневаться Я Знаю Что Я Пройду Долину Плачу Я Пройду С Тобою Є Такая Пісня И Ты Укреп Укреп Мои Кроки Свою Любовью И До Останнего Подиху Все В твоих Руках Мы Не Должны В этом Сомневаться Даже Если Мы Сделали Решение Мы Сделали Выбор Идти За Богом Мы Не Должны В этом Сомневаться Бог Он Поддержит Нас Он Даст Нам Силы На Притяжении Всей Своей Жизни Я Сталкивался С Разными Ситуациями Думаю Что Вы Больше Сталкивались И Мы Знаем Что Есть Люди Которые Больше Сталкивались Но Я Не Могу Сказать И Я Не Хочу Говорить О Том Что Я Зачаровался О Том Что Я Все Таки Сделал Неправильный Выбор Лучше Я Занимался Каким Другим Делом Единственное Что Боже Как Было Лучше Чтобы Я Еще Раньше Пришел К Тебе Поэтому Пусть Господь Вас Благословит Не Сомневаться В Своем Выборе То Что Вы Уже Сделали Бог Он На Вашей Стороне Давайте Мы Помолимся Господи Мы Дякуем Тоби За Цей Час Мы Дякуем Тоби За Твою Любовь За Твою Милість За Твою Безграничну Любовь Батько Наш Небесний Ми Покладаємо На Тебе Всі Свої Заботи Проблеми Якісь Неустройства Нашу Біль Ми Покладаємо На Тебе Наші Сумніви Може В деяких Речах Ми Сумніваємось Сумніваємось В Твоїй Милісті В Твоїй Любві В Твоїй Благості Може Деякі Були Ситуації Що Ми Може Вірили В Тебе Чи Щось Просили Ну Ми Цього Не Маємо Допоможи Нам Вірити В Тебе До Допоможи Нам Бо ми Знаємо Що Ти Тут І там Де ми Знаходимся Ти поруч З нами Ти поруч З нами Я знаю Що Кожен Хтось Тут Знаходиться У кожного Є Ті Обставини Сложні Обставини І ми Не знаємо На них Рішення І ми Ми Не знаємо На них Якогось Рішення Но Ми Ми Зараз Покладаємо На Тебе Ми Покладаємо На Тебе Ті Обставини Тому що Ми Зробили Вибір Іти за Тобою Ми Зробили Цей вибір Цей крок Іти за Тобою І сказали Да Господи Ось Я Я Тут Ішуа Я Тут І я Зробив Цей вибір Тому що Я Довіряю Тобі Своє Життя Я Довіряю Тобі Своє Служінь Я Довіряю Тобі Всі Обставини Я Довіряю Тобі Там Де є Багато Питань Де є Багато Вопросів Я Довіряю Тобі Там Де я Не знаю Відповіді Я Теж Довіряю Тобі Я Довіряю Тобі Свою Сім'ю Я Довіряю Тобі Своє Служіння Я Довіряю Тобі Своє Життя Я Довіряю Тобі Своїх Дітей Внуків Я Довіряю Тобі Нашу країну Це Людей Які Страждають Ми Довіряєм Тобі Господи Я Довіряю Тобі Кожен Свій Крок Кожен Свій Подих Тому що Нас Розділяє Між Ты кажеш Я Тут С Тобою Довіряю 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 Сердце нас зажёшь, Ты нас не оставишь, Ты не подведёшь и своей надеждой. Сердце нас зажёшь, Ты нас не оставишь, Ты не подведёшь и своей надеждой. Сердце нас зажёшь, Ты нас не оставишь, Ты не подведёшь и своей надеждой. Сердце нас зажёшь, Ты нас не оставишь, Ты не подведёшь и своей надеждой. Сердце нас зажёшь, Среди шторма и бурь. Я не один с тобою, мой Бог, Я не поколебив среди шторма и бурь. Я не один с тобою, мой Бог, Я не поколебив среди шторма и бурь. Я не один с тобою, мой Бог, Я не поколебив среди шторма и бурь. Я не один с тобою, мой Бог, Я не поколебив среди шторма и бурь. Сердце нас зажёшь, Ты нас не оставишь, Ты не подведёшь и своей надеждой. Сердце нас зажёшь, Ты нас не оставишь, Ты не подведёшь и своей надеждой. Сердце нас зажёшь, Ты нас не оставишь, Ты не подведёшь и своей надеждой. Сердце нас зажёшь. Сердце нас зажёшь, Ты нас не оставишь, Ты не подведёшь и своей надеждой. Сердце нас зажёшь, Ты не подведёшь и своей надеждой. Сердце нас зажёшь, Ты нас не оставишь, Ты не подведёшь и своей надеждой. Сердце нас зажёшь, Ты нас не оставишь, Ты не подведёшь и своей надеждой. Сердце нас зажёшь, Ты нас не оставишь, Ты не подведёшь и своей надеждой. Ты нас не оставишь, Божие, и Ты не подведёшь. И наше сердце, оно наполняется надеждой к Тебе. В любых обстоятельствах, в любой ситуации, Боже, мы доверяем Тебе. Боже, я молю Тебя, чтобы ни у кого не оскудила вера Твоя. Потому что кто-то проходит очень тяжёлые, серьёзные обстоятельства в жизни. И мы не знаем ответов. Там, где нет ответов, там есть только доверие Тебе, Господь. Там, где нет ответов, и где мы сомневаемся в чём-то, но мы доверяем Тебе. Как Авраам, он доверял Тебе, и он не знал, что происходит. Долгожданный любимый сын, которого он ждал, должен уйти с этой жизни. Я не понимаю, но я доверяю Тебе, Господь. Я доверяю Тебе, что Ты что-то изменишь. Я поднимаюсь на эту гору, куда Ты ведёшь. С каждым днём, с каждым часом, я не понимаю, но я доверяю Тебе. С каждым шагом я поднимаюсь на эту гору в единых мыслях, что Ты что-то изменишь, Господь. Что Ты что-то изменишь. Потому что на этом этапе моя вера, она закончилась. На этом этапе я начинаю сомневаться. Но во мне есть то, что не даёт мне сомневаться. О том, что Ты сможешь изменить обстоятельства. Ты сможешь их изменить. И Ты это сделал. Боже, дай нам быть, как этот Авраам, который боролся с этими мыслями, непониманиями. Потому что на него показывали пальцем о том, что он, возможно, сошёл с ума на старости лет. «Боже, а что я скажу своим детям? Что я скажу своей жене? Что вот так и так я должен поступить? Боже, дай нам доверять Тебе. Даже если что-то не произошло, помоги нам пройти. Помоги нам пройти в том, что мы не можем разобраться в этот ответ. Да, нам больно. Но я знаю, что Спаситель мой жив. Я знаю, что Господь мой жив. И Он поддержит меня, Он укрепит меня. Он даст мне силы выйти с депрессии, выйти с какой-то болезни. Выйти из сложных ситуаций наладит отношения во всех сферах. Иде есть угроза жизни. Там придёт Твоя жизнь. И не будет её. Дай мне доверять Тебе, Боже, во всех обстоятельствах. Доверять Тебе. Доверять Тебе. Если я не могу иметь детей, я тоже доверяю Тебе, зная, что Ты способен всё разрешить. просто доверять Тебе, Господь. Просто доверять Тебе. Я прошу Тебя, Боже, прошу, чтобы Твой Дух Святой наполнял нас, наполнял нас силой, верой. Доверием Тебе, Господь. Доверием Тебе. Возложите все заботы на меня, ибо Ты неусыпно печёшься. Печёшься о каждом из нас. Твои имя Ишуа. И пусть там, где нет жизни, пусть Твой Дух Святой сейчас вдохнёт Твою жизнь. Вдохнёт Твою жизнь, Господь. Мы просим Тебя, Господь. Мы просим Того, Боже, сверхъестественного вмешательства, там, где оно нужно, там, где оно необходимо, Боже. Мы просим Тебя, Господь, вдохни свою жизнь. Те, кто болеет, находится на, может быть, между жизнью и смертью, мы молим Тебя, Боже, во имя Ишуа, пусть жизнь Твоя придёт, исцеление Твоё придёт, Господь. Боже, сила Твоя, пусть придёт, Господь. Молю Тебя, Господи, во имя Ишуа, где нет, может быть, восстановления в чём-то, пусть будет Твоё восстановление. Боже, молю Тебя, Господь, кто сейчас находится, Господи, на грани жизни и смерти. Мы просим Тебя, Отец, во имя Ишуа, просто доверяем Тебе. Мы доверяем Тебе, Господи, знаем, что Ты создатель неба и земли, всемогущий Бог. Прикоснись, Боже, как говорили Тебе, если только прикоснёшься, если только прикоснёшься, скажи лишь только слово, скажи лишь только слово, скажи лишь только слово. И пусть это слово, оно сделает сверхъестественную работу в тех сферах, где мы не уповаем на свои силы, но только на Тебя, Господь. Только на Тебя, Боже. Только на Тебя, Господь. Во имя Ишуа. Да благословит нас всех Господь и сохранит, да презрит Господь светлым Своим лицом и помилует нас. Да обратит Господь Своё светлое лицо на каждого из нас и дарует нам свой мир, свой шалом, свою уверенность, уверенность в веру во имя Ишуа. Аминь. Аллилуйя.